Физкульт, привет застройщику! О, что у нас тут водичка плавает. Такое ощущение, что его сдали, но еще не доделали. Очень высокий уровень. Такой шумоизоляции здесь, соответственно, нет. Кстати, как классно сделали. Штукатурка, штукатурка, а между труб забыли. Дешевого, унылого жилья. Ну и здесь сразу уже видны строительные косяки. Ну и здесь аналогичная ситуация. Вот отсюда, кстати, хорошо видно. Одно из особенностей, что делайте вот так. Здесь буквально в 25 метрах. В обычных советских домах. Когда вы приобретаете квартиру, вам могли бы покрасить в полудохлое. Но с деревьями здесь. Теперь внимательно слушайте. И не забывайте, комфортно ли здесь жить. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня я приехал в жилой комплекс Приморский квартал, который находится на пересечении Богатырского и Коломешского проспекта вблизи станции метро Пионерская. С одной стороны у комплекса просто шикарное место расположения. Метро Пионерская, рядом удельный парк, место дуэли Пушкина. Но с другой стороны проходит линия электропередач, сокращенно ЛЭП, гаражный кооператив и железнодорожные пути, по которым ездят электрички. Согласно таблице здесь 220 киловатт. С высоты соседнего дома отлично можно посмотреть и на гаражный кооператив, который, я полагаю, через какое-то время уйдет отсюда. И здесь, возможно, будут какие-то объекты торговли, потому что у ЛЭПа рядом строить дом нельзя. Но зато вы только посмотрите, какой отсюда открывается на вид. Нам видны практически все литеры данного жилого комплекса. А вот там вдалеке видна и Кукурузина. А это у нас удельный парк. Видите, вот они, железнодорожные пути. Ох, вот этот корпус мне очень нравится. Очень он смотрится красиво. А вот она и парковка. Значит, здесь, соответственно, ходят пригородные электрички. Но, друзья, если посмотреть на рельсы, они практически не блестят. И я могу полагать, что они здесь ходят очень-очень редко. Где часто ходят электрички, или можно это посмотреть на рельсы трамвая, то видно, что они аж блестят. Здесь такого нет, потому что понимаю, что проходят они здесь достаточно редко. Естественно, этот узел никуда не уберут. Но зато понятно, что здесь точно никто не построит дом. Все дома застройщик позиционирует как комфорт-класс. А мы с вами, друзья, разберемся, комфортно ли здесь жить. В шаговой доступности расположены детские сады за номерами 5, 11, 16, 32, 55. Может быть, какой-то упустил. Но согласно официальных данных, вакантных мест в них нет. В гимназиях 52, 116, 113, 66, школе номер 109 вакантных мест нет. И не забывайте, что наличие детского садика прямо во дворе вашего жилого комплекса не означает, что именно ваш ребенок попадет именно в этот детский сад. Теперь внимательно слушайте. Согласно официальной информации от Министерства строительства Российской Федерации, у корпуса 40 увеличен срок передачи ключей на 6 месяцев и 11 дней. У корпуса 41 увеличен срок сдачи объекта на 3 квартала, то есть 9 месяцев, а срок передачи ключей увеличен на 1 год, 6 месяцев и 11 дней. Так что будьте аккуратны при выборе квартир. Квартиры представлены от студий до 5-комнатных двухуровних квартир. Однокомнатная квартира в этом комплексе стоит от 7 миллионов 447 тысяч рублей. Из-за формы зданий планировочные решения специфические, а маркетологи застройщика их назвали дизайнерскими. Стоимость квартир в шаговой доступности к станции метро очень соблазнительна, но квартиры застройщик передает в черновой отделке. На сегодняшний день, чтобы сделать вам ремонт в однокомнатной квартире, вам понадобится минимум 700-800 тысяч рублей без учета мебели и техники. Добавив стоимость ремонта квартире, вы уже сможете приобрести квартиры с белой отделки. Сэкономите и время, и деньги. Также не забывайте, что если вы не приобретете парковочное место в многоуровневом паркинге от 595 тысяч рублей, то когда приедете домой, припарковаться будет проблематично. Теперь поговорим про квартирографию комплекса. На данный момент сдано 11 домов и строится 8. Общее количество квартир 6623 квартиры. И более 50% от этих квартир занимают студии и однокомнатные квартиры. 32% занимают двухкомнатные квартиры. 14% трехкомнатные квартиры. И всего 47 квартир в 4 и 5 комнат соответственно. Когда полдома занято студиями и однокомнатными квартирами, то понятно, что их будут постоянно продавать и сдавать в аренду. На 6623 квартиры у застройщика будет всего 3415 машиномест, которые еще и нужно приобрести за свои деньги. Друзья, внимательно изучайте объекты. Не принимайте быстрых решений. Думайте, изучайте, консультируйтесь. У специалистов. Ведь дешевле получить платную консультацию специалиста, нежели приобрести, а потом кусать локти. Идемте смотреть комплекс. Дома круглой формы с фасадом из кирпича. Класса на графиктивности Б. Вот сейчас мы зайдем и внимательно все посмотрим. Но с деревьями здесь, вот там где была Дуэль Пушкина, вот этот маленький скверик, есть кустарник, есть, соответственно, вот такие небольшие деревья, все остальное в снегу. Есть вот такое ограждение. По мне это какая-то вообще глупость, об него можно споткнуться, я не знаю, ребенок может упасть. Для чего это сделано, тоже непонятно. Чтобы, наверное, не выгуливали собак или еще что-то. Мне, честно говоря, вот этого не очень понятно, потому что могли бы просто оставить без ограждения. Почему обязательно все время нужно что-то закрывать от людей? Почему они не могут походить там босиком летом, побегать по траве там, где-то пробежит собачка, кошечка. Я вот в этом, честно говоря, ничего не вижу. Детская площадка. Смотрите, раз, два, три. И три дома. И вот на эти три дома одна детская площадка, и там чуть дальше есть вторая. Ну, сами понимаете, да? Одна горка, небольшая спортивная площадка, две качельки, но это просто капля в море. Это просто капля в море. То есть, почему вот так делают? Ну, понятно, да, экономят. Ну, если посмотреть вот сюда дальше, мы видим огромный массив, жилой массив домов, где уже живут люди, и где он, соответственно, строится. Кстати, один из симпатичных комплексов, на мой взгляд, это вот он. Но из-за своей структуры, из-за своей формы, там, конечно, очень специфические планировки. Вот так будет выглядеть квартал, когда его полностью построят и сдадут. Это 13 домов с переменной высотностью от 12 до 25 этажей. Ну, вот у меня еще, к примеру, вопрос об озеленении. Мы видим, что трава полудохлая. Знаете, как будто после пересадки волос. То есть, вот что-то так поднатыканное, но ее мало. То есть, она такая подумершая. Это кустарник. Ну, он подрастет еще сантиметров на 20. И все на этом. А где деревья-то? Вот там я одно вижу. Вот второе дерево. И все, что ли? Входная группа, можно сказать, в уровень землей. У нас есть этажность, нумерация квартир, название комплекса и современный доступ. Заходим в предбанник. У нас здесь все зашито. ОСБ для того, чтобы строители не убили. Вот, кстати, круглая башня. Лифты находятся внутри. Сейчас зайдем все посмотрим. Кстати, вот здесь видна отделка. Плитка под мрамор. Думаю, когда это... А, вот. Вот, смотрите. Слушайте, обшивка очень прикольная. Застройщик молодец, что все это закрыл. Потому что, если бы не закрыл, это бы реально все разнесли. Двери. Это алюминиевые двери черного цвета и с большой площадью остекления. Чтобы нанести снег, вот видите, вот прямо в уровень пола сделана вот такая щетка. Очень удобно. Большие почтовые ящики. Не из дешевых. Везде есть нумерация, везде есть знаки, где, куда, чего выходить. Здесь-то она уже намного теплее. А в этих комплексах есть служба консьержа. Вот, видите, вот здесь как раз... Я так понимаю, рендер. Здравствуйте. А на из них, здравствуйте. Здравствуйте. Соответственно, здесь вот места очень достаточно много. То есть, заходишь, не как обычно в некоторых бизнес-классах и видно, что очень узкий какой-то проход. Здесь вот реально прикольно. Не-не-не, все нормально. Если бы, соответственно, здесь вот это было бы не обшито, смотрелось бы реально... Можно назвать это почти парадный. Почти парадный. Название под дерево, мрамор, очень красивый под цвет, с элементами гриляды под дерево. Ну, друзья, смотрится классно, что тут сказать. Ну, вот да-да-да, как будет. Вернее, как есть, только сейчас все зашито для того, чтобы строители не убили. Есть колясочная. Ну, понятно, всякая различная информация. А сколько здесь, кстати, стоит метр квадратный по обслуживанию? По обслуживанию... Сколько люди платят, не подскажете? Не могу, не могу, не могу сказать. Лифтовой холл, три лифта, есть нумерация, тоже все закрыто, смотрится, друзья, очень стильно. Очень стильно, здесь еще понимаешь, что зеркало. Раз кнопка вызова, два кнопка вызова. Нажимаем, смотрим, какой приедет. Это у нас пассажирский лифт. Понятно, да, что в черновой все отделки, поэтому, соответственно, все зашито. Мы поедем на самый верх. Почему я, друзья, всегда еду на последний этаж? Потому что там бывают сюрпризы. Могут проходить какие-то коммуникации, быть какие-то ящики доступа и всякая ерунда, про которую вам никто не говорит, а вы, когда заходите на свой этаж, такое ощущение, что в подвал попал. Поэтому я всегда еду на последний этаж. И в данном случае это 23 этаж этой высоченной башни. Ну, конечно, если бы застройщик здесь натянул бы баннер, было бы намного прикольнее, потому что вот эти суперстроители, грузчики, вот куча вот здесь рекламы, но это просто жесть. Зачем это все исписывать? Выходим. 23 этаж. Здесь сразу видим, что отсутствует у нас указатели, на каком этаже находится лифт. Это не очень хорошо. И здесь сразу в глаза бросается более такая недорогая отделка, не такая помпезная, как на первом этаже. Вот такой забралом, мои любимые, могли бы покрасить в цвет стены или там хотя бы белым бы сделать. Смотрелось бы совсем по-другому. Лифты, я понимаю, отис, ген-2, вот у них пульт управления, это, кстати, хорош, видите, здесь везде есть указатели. Значит, выйдем, давайте посмотрим, что у нас тут с коридором. Отделка. Так, вот я уже слышу, что есть не везде бетон, есть еще и газоблок, который здесь, или другой какой-то материал, который применяет застройщик. А сами двери, двери от застройщика, смотрятся двери достаточно красиво, смотрятся дорого, раз замок, два замок, дверная ручка и одни из самых недорогих звонков. Могли бы их поставить более-менее нормально, смотрелось по-другому. Ну, вот здесь видно, что у застройщика что-то не подходило, наверное, побили молотком, уже пошла ржавчина, могли бы, конечно, сделать это все намного-намного лучше. А вот почему, видите, последний этаж, вот она идет, труба. Когда вы приобретаете квартиру, вам никто не будет говорить о том, что в коридоре, знаете, вот тут будет проходить труба, и когда будет течь водичка, вы все будете это слышать. Аналогичная ситуация, вот здесь, видно, пыль какая-то шла, примыкание, достаточно такое, непримыкание, то есть, могли бы сделать, конечно, лучше. Мы это с вами видим в моих обзорах, что многие застройщики делают достаточно хорошо, но вот здесь пошли самым простым путем и просто ничего не сделали. Ну, отсюда мы можем наблюдать практически весь комплекс, как на ладони, здесь внутри будет школа построена, вот видите, еще башни дальше продолжают следующие литеры строить. Башни, конечно, интереснее, потому что у них, вот у этих башней, видите, это кирпич. Я все-таки больше за кирпич, нежели чем за винтфасад. Вот здесь тоже кирпич, наверное, поэтому мне больше нравится. Здесь мы видим открытый бетон, мы видим нормальное зачеканенное примыкание, нормально сделанная гидроизоляция, ну, вроде так, на первый взгляд, ничего здесь такого, чтобы, ну, здесь можно сказать, да, что пена только видна, в принципе, и все. Давайте посмотрим, что у нас с лестничными маршами. 23 этаж, мы видим трещину, понятно, гипсокартон, другой материал, технологию не соблюли, и поэтому пошла трещина. Соответственно, обычные марши, привезенные, приваренные завода, комфорт-класс, и вот такой линолеум, прикрепленный на ограждающие конструкции, из недорогих, где уже пошла ржавчина, мы видим во многих комплексах, и в том числе бизнес-классы. Но вот когда сюда выходишь, понимаешь, что ты находишься в обычном панельном доме, в современном панельном российском доме. То есть вот такие же ограждающие конструкции мы с вами, друзья, можем видеть в обычных советских домах. Здесь единственное, что самих марши чуть шире, нежели чем это делают обычно. Вот там между домами, вот туда немножко правее, как раз станция метро Пионерская, вы только представьте, какой здесь массив. жилой массив, люди будут, соответственно, все отсюда ходить туда. Блин, ну здесь и так уже все застроено. Метро больше не становится, экскалаторов больше не становится, а людей с каждым днем становится, друзья, все больше и больше. Вот здесь как раз проходит железка. Вот там проходит лэп. Здесь буквально в 25 метрах проходят провода. И вот там дальше как раз гаражный кооператив. Напротив находится гаражный кооператив. Поэтому, кто приобретает квартиры на низких этажах, ну, вид, конечно, на гаражи, мне кажется, оставляет желать лучшего. Конечно, можно отметить, что высоченные двери, много света за счет стекла и достаточно красивая на полу плитка. Вот если бы сделали, к примеру, не такую поверхность, как здесь, а более гладкую окрасили бы матовой краской, смотрелось бы намного-намного лучше. Высота потолка 2 метра 74 сантиметра. Ну, соответственно, понимаешь, что аналогичная высота потолка будет и в квартирах. Как хитро сделать застройщик. Бетон, блок. И для того, чтобы при возникновении трещин их скрыть, вот такой панелью закрыл. Грузопассажирский лифт. Вот это первый косяк, что я здесь вижу. Обратите внимание, что он при входе вот так. Если бы он был вот так в длину, то, соответственно, длинномерные предметы было бы заносить намного-намного проще, нежели чем это сейчас. В лифтах тоже, кстати, сэкономили. Вот он всего лишь датчик. Один могли бы поставить по всей длине, и это было бы намного безопаснее. То, что если заходит маленькая собачка, ее, в принципе, защимит, и лифт обратно не пойдет. Потому что вот здесь датчика нет. Вот он только один, друзья. Из нюансов, кстати, по квартире. Во многих квартирах есть ригель. Ригель – это сверху идет потолка. Это такое усиление несущей способности монолитных перекрытий. То есть застройщики все строят обычно как ровное монолитное перекрытие, ровные стены. А здесь застройщик строит уже по достаточно старому строительному методу, для того, чтобы выдерживало определенные нормативные нагрузки, для этого как раз идет ригель. Когда делают ремонт в квартире, то это, естественно, снижает уровень потолка. Три ступени для того, чтобы подняться наверх. Вентилируемый фасад. Видны, соответственно, клеймеры. Вот они, система крепления. Здесь они, видите, уже пошли ржаветь. Мембрана. Вот она там видна. И, соответственно, утеплитель. Также обычно название, что третья лестница. Видите, здесь парадными не называют. Название комплекса. И нумерация квартир, что достаточно приятно. Все зашито в ОСБ. Черная плитка. Понимаю, когда все разошьют, будет смотреться красиво. Есть предбанники и огромное здесь стеклин. То есть очень много света. Хорошо сделан потолок. Очень так современненько. То есть мне нравятся входные группы. Второй дом захожу. Я здесь уже был в этом комплексе, наверное, год назад. Может быть, чуть меньше. Аналогичная ситуация. Приморский квартал. Почтовые ящики. Ну, слушайте, такой масштаб. То есть смотрится прикольно. При этом, видите, тоже есть служба консьержа. Вот здесь идет линия как раз в сторону лифтового холла. И видите, как здесь потолок сделан. То есть вот как раз по ходу движения. Ну, смотрится очень стильно. То есть дизайнеры, красавцы, реально здесь постарались. Когда читаешь вот эти надписи, коляски, велосипеды, когда оставляют мусор, вот я из этого объявления понимаю, в местах общего пользы, ну, конечно, это просто, друзья, свинство. Кто, кстати, собирает здесь у нас в Санкт-Петербурге. 16-й этаж. Ну, вот здесь сразу большое количество оборудования, кнопки вызова. То есть, знаете, всего-всего много. И вот этот вид, так ощущение, что реально в панельку попало. Реально я нахожусь в обычном панельном доме. То есть, достаточно небольшое количество места. Вот это забрало клапана смотрится, ну, просто убого. Установлен он здесь тоже убого. Черные саморезы. Вон, видите, внизу вот скотч как сняли, так и остался. И сразу вид совсем другой. Здесь у нас разделение две двери. Здесь, видите, еще такой потайной ход есть. И у нас есть еще вторая сторона. Здесь чуть побольше будет квартир. Вон, вот здесь даже есть цветочки. Видите, раз, два, три. То есть, три соседа здесь, два соседа там. Это достаточно хорошо. Смотрится прикольно, кстати, плитка, сделанная по дереву. Ну, вот единственное, что у меня претензия, скажем, это вот к этому. Могли бы сделать как-то покрасивее или, может быть, другой цвет покрасить, чтобы это смотрелось по-другому. Двери здесь аналогичные. Там была светлая обшивка по дереву. А здесь она, соответственно, темная. Вот заходим, не видно, чтобы кто-то поменял. Соответственно, если двери от застройщика качественные, то их никто не меняет. Но зато меняют звонки, потому что, конечно, вот этот звонок, это по мне, конечно, заскачет. Нужно было что-то поставить такое подороже. Ну, видите, как пытались заделать, но весь этот шов смотрится, конечно, не очень. Дымоудаление, да-да-да-да-да-да-ла-бла-бла. Здесь двери обычные, уже сразу видно, что они дешевле. Это все бросается в глаза. Выходим. И здесь у нас также есть спритбани и переходной балкон. Друзья, когда вы ходите на любой переходной балкон, перед тем, как вообще подойти к краю, делайте вот так. Вначале шатаем, а потом постучать. Потому что, если плохо прикреплено, то можно упасть вниз. Вот именно на этом балконе я, наверное, где-то около года, может быть, чуть раньше, заходил здесь, ходил с клиентом, все смотрел. Вот видите, уже все зацвело. То есть, ржавое было железо, по ржавому железу покрасили. Краска обычная, не порошковая. То есть, красил здесь застройщик. И вот, соответственно, вот здесь еще видно, да, не снесли. Здесь же был магазин продуктовый. Здесь как раз должна быть школа. И вот отсюда видна стройка. Давайте-ка сейчас приблизим и посмотрим. Вот видно цокольный этаж, опалубка. Вот там залили бетон, его позакрывали. Есть рабочие в касках. Современные башенные краны. Вы знаете, вот здесь, где кирпичные дома, все достаточно неплохо. Сейчас вот сюда хочу пройти, зайти вот в этот как раз дом. Смотрится он красиво. Здесь такие специфические, очень дизайнерские, как написал застройщик, планировки. Ну, вот здесь тоже, вот он, приносмотрите. Вот он, винтфасад. Я не сторонник винтфасада в питерском климате. Почему? Потому что влага в любом случае попадает. Как там зарубежные строители прикрепили утеплитель к стене, Бог его знает. Примыкание стены, переходного балкона к монолитному перекрытию. Здесь мы видим, что зачеканено все герметично, специальной замазкой, чтобы влага туда не попадала. Ну, вот нигде разрывов нет. То есть, сделано хорошо, сделано, соответственно, качественно. Лестничный марш аналогично. Смотрится тускло. Такое ощущение, знаете, я в Сэтл Сити попал. В одну из их панельки где-то у станции метро Ладожской. У меня есть, кстати, обзор на канале. Вот что-то мне вот это как раз сейчас напомнило. Получается, что вот он, оздоровенный, жилой массив. Вот он дома с синими балкончиками. И между ним вот еще один. У них, получается, минимальное расстояние между домами. Одной из особенностей, что здесь застройщик применяет обычные металлические перемычки. То есть сверху дальше идут здесь фасадные стены все из газоблока. А здесь уже пошла ржавчина. По-нормальному металл нужно закрывать. Но вообще есть специальные перемычки из того же газобетона, но они стоят нам порядок дороже, чем вот этот кусок металла. Поэтому, понятно, застройщик делает как можно дешевле. Вот видно, да? Видите, как это все держится? Какое тут расстояние у фасадной стены, какое здесь? То ли стена кривая, то ли дверь установили криво. Ну что, давайте мы с вами пройдем к следующему дому. А вы обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Вот, кстати, еще почти год назад здесь не было вообще никакой коммерциал. Он уже, мы видим, открыли красный и белый. Так, а нам нужно как раз вот сюда. Вот отсюда, кстати, хорошо видно. Вот смотри. О, вот на этой стенке, видите, такие более светлые кирпичи. Это как раз уже высолы пошли. То есть, домам чуть более года, а уже пошли высолы. И в следующем году, соответственно, их станет еще больше. Нужно их зачищать специальным составом. Но для этого нужно будет за счет жильцов нанять альпинистов, либо, соответственно, управляющей компанией. Но она здесь от застройщика предъявить претензию, чтобы они устраняли это по гарантии. Территория детского сада. Забор здесь, знаете, такой, чтобы вообще ребенок не вылез вместе со взрослым. Детская площадка. Тут просто одно название сделано для домов. А вот это как раз паркинг. Вот там как раз въезд в паркинг. И что здесь прикольно, конечно, для меня, что шум от проезжающего железнодорожного транспорта, он как раз закрывается паркингом. Вот это они молодцы, что вот так сделали, подумали. И правильно, в принципе, расположили дома. Вот здесь я пока хожу, нахожусь. Здесь вообще не слышно оживленного транспорта, который за... Находится, соответственно, проезжает весь за комплексом. Вход, можно сказать, в уровень землей. Тут вот такая небольшая ступенечка, чтобы было чуть повыше. Аналогичная лестница номер один. Этажность, 21 этаж и нумерация квартир. Заходим, предбанник. Здесь, соответственно, аналогичная ситуация, очень масштабная. Здесь высота потолка еще выше, чем в других домах. Но вот видите, за счет того, что здесь есть консерв, вот у него есть такое огромное место, здесь чуть-чуть поуже места. Ну и сейчас с вами как раз пройдем к лифтовым холлам и поднимемся на последний этаж. Раз лифт, два лифт, три лифт. Здесь уже уже. Окно, если бы сделали пониже, было бы ко мне, ну, как-то смотрелось бы прикольно. Такое ощущение, что, знаете, в подвале находишься, вот там такая маленькая амбразурка, как раз на уровне земли находится. Очень высоко. Тут, мне кажется, наверное, метра 4, может быть, даже 5. Камера видеонаблюдения, тоже все зашито USB, первый этаж. Ну, жмем кнопку, поехали, смотреть, что у нас здесь. Приморский квартал, этажность, со 2 по 21. Ждем, какой приедет лифт. Этот, кстати, лифт едет. Видите, минус первый этаж. Так что можно будет посмотреть и паркинг. Ну, и здесь аналогичная ситуация. Лифт стоит вот так, а не вот так. Если бы стоял бы, напомню, вот так, то было бы намного удобнее сюда загружать и выгружать длинномерный габаритный груз. Вот, кстати, если здесь затянуться было бы белым баннером, то, или пластик какой-нибудь обшить, то поверх вот этого USB, то смотрелось бы, помещение казалось бы больше. Входим, 21 этаж. Фу, какой-то здесь запах такой, знаете, странноватый. Сюда мы выйдем чуть позже. Вот видите, вот здесь окно. А окно на порядок ниже, то есть на обычном уровне и ощущение, что ты, да, находишься где-то на высоте. А как раз на первом этаже было ощущение, что ты находишься в подвале из-за того, что окно как раз дальше. Вот здесь, например, сразу скажу, что стукатурка чуть-чуть другая, как мне кажется, и за счет своего цвета она смотрится намного прикольнее. Номер этажа, входная дверь, есть стекло, сразу видно, кто к тебе пришел. Здесь есть нумерация квартир, в отличие от других. То есть понятно, в какую сторону идти, чтобы дойти, соответственно, к своей квартире. О, смотрите, какой здесь. Красиво сделано, но почему это черное? Почему это нельзя было сделать серым? То есть вот это панно смотрится очень стильно, такой под дуб, очень классно, круто. Такие же аналогичные двери. Вот этот черный цвет могли бы сделать его, ну, немножко другим, смотрелось бы поинтереснее. Ну, и, конечно, вот это, да, смотрите, как качественно это все было закрыто, сделали, ну, блин, такая, знаете, халтура застройщика, по-другому не сказать. Ну, да, вот видите, тоже, здесь ограничители, также, от застройщика, вот это молодцы. Ну, вот вид, вот это, вот это все, вот видите, какая огромная щель, смотрится, конечно, не очень приятно, как это могло бы быть. Вот эти, кстати, ящики намного симпатичнее, с такими ручками, они чуть дороже. Здесь мы видим с вами пожарные рукава, застройщик молодец, бетон, опаньки, что у нас там? О, там даже чисто, ничего себе, зуммер срабатывает, надеюсь, что и все остальное тоже работает. Ну, что, давайте выйдем и посмотрим, что у нас, какой вид с переходного балкона. Аналогичная ситуация здесь, вначале трясем, постучал, слышите, да, звук. Крепление, соответственно, у нас вот там, вот он, сатиригель, вот он для усиления несущей способности монолитного перекрытия, ну и здесь сразу уже видны строительные косяки. О, вот он, видите, как раз в центре кадра. Вот видите, что с бетоном происходит? От постоянного попадания, от постоянного попадания влаги, потом это все замерзает и идет постепенное разрушение. Дым, конечно, не рухнет, но хорошего в этом нет. И здесь, если обратите ваше внимание, мы видим металлический уголок, на котором как раз держится фасадная стена. Ну, как-то решение, по мне, знаете, для меня так себе не очень. Как-то страшно, сколько должно пройти времени, когда это все добро упадет вниз. Ну, отсюда здесь просто все видно. Вот видите, обратите внимание, что когда комплекс строится, он такими строится полумесяцами. Школа, напомню, здесь будет. Вот они пошли все дома. Вот здесь еще одна башня. Вот там дальше продолжение. Ну, конечно, когда все застроит, здесь будет огромное количество людей. Вот, например, да, вот этот дом с винтфасадом. Первые четыре этажа мы видим обычный кирпич. Смотрится достаточно неплохо, но само сочетание. То есть, да, вот эти у нас дома все из кирпича. Почему бы было винтфасад не сделать там в стиле этого кирпича хотя бы такие же цвета бы подобрать? Почему он здесь такой какой-то слоновой кости и синей морской волны? Блин, нафига это так все делается? Я вот, честно, не понимаю, куда смотрел дизайнер. И вот это. Вот сразу у него вид такой дешевого, унылого жилья. Вот, кстати, обратить внимание здесь можно видите, как у людей это у нас типа эркера, да, выступающей части. И он такой треугольником. Вроде смотрится все прикольно, но места там не так-то и много, как, в принципе, хотелось. Вот здесь ширина, на существо, большая, здесь ее просто нет. Знаете, вот может зато в угол подойти и как в фильме про Титаника расправить руки и представить, что ты плывешь в море новостроек. Ну, вот здесь я тоже, кстати, вижу некоторые моменты. К примеру, вот видно, видите, вот здесь отверстия остались от кирпича. Кирпич у нас, соответственно, пустотелый. Туда попадает влага 100%. Вот здесь, видите, замазали, а здесь забыли замазать. И никто, к сожалению, это не проконтролировал. И как вот здесь сделано выше, в принципе, тоже непонятно. А это косяк того, что туда будет постоянно попадать влага и, соответственно, где-то, когда-то у кого-то это вылезет. Лестничные марши, обычные ограждающие конструкции, тоже из дешевых, как в обычном недорогом жилье. Ну и обратите внимание, да, вот дом сдавали, а скотч до сих пор снять забыли. Ну и если посмотреть внимательно на двери, камера фокусирует, и увидим большое количество очагов ржавчины, видно, что она уже вся ржавеет. И когда она придет в негодность через лет пять, и будете ее менять за свой счет. Вот такое качество. По-нормальному управляющая компания должна вот это все предъявить застройщику. Люди должны написать управляющей компании, и в течение пяти лет, пока на доме есть хотя бы гарантия, то застройщик это должен все устранить. Поэтому я рекомендую выходить на ваши лестничные марши, смотреть, если вы видите вот такие места, об этом писать заявки по гарантии, пусть застройщик устраняет. Кстати, как классно сделали. Штукатурка, штукатурка, а между труб забыли. Разрешение строителей зашли в трехкомнатную квартиру, но первое, конечно, здесь видно, что застройщик выливал и немножечко кривоватенько вылил. Здесь большие зазоры могли бы сделать ну более, меньше, чтобы было пена. Это я понимаю от застройщика, да, еще пену? От застройщика. Монолит. Ну вот есть такие участки. То есть я бы не сказал бы, что он там очень хороший. Плотность могла бы быть и побольше. Значит, мы видим бетон. Вот эта стяжка совсем небольшая. Здесь мы можем видеть, какой шумоизоляции здесь, соответственно, нет. Чугунную трубу вместо пластиковой это, конечно, большой плюс. В современном доме почему-то здесь обычный водяной полотенцесушитель. Здесь все, в принципе, все как обычное. Гидроизоляция от застройщика, обычная бетонная мастика. Ну вот здесь можно сразу тоже видеть качество бетона, наплывы бетона, что, в принципе, должны были срезать, подровнять, но этого не сделали. Вентиляцию мы видим, друзья, с вами сборную. Привезли с завода, поставили, сварили. То есть застройщик здесь, в принципе, в комфорт-классе даже не запаривался. К соседям вижу бетонные стенки везде идут. Здесь у нас тоже бетон, газоблок, то есть достаточно должен быть теплый дом. Проем так закрыли газоблоком. Ну, кстати, хорошо закрыли, закрыли на на клей, да, клей же это похоже на клей. О, смотрите, какой здесь простор. 16 сантиметров ребра жесткости из бетона. Вот он, видите, вот так, опа, и у вас здесь чуть меньше. Прикольно, что квартира, она получается раз на две стороны. Еще одна ванна. Такое ощущение, что качество стяжки было не очень. В ванне есть окно. Для меня тоже плюс. И вот здесь как раз для строителей момент того, что, вот видите, очень высокий уровень канализации. Если был бы он ниже, то было бы все намного проще. То есть здесь нужно придется либо договаривать с соседями внизу, чтобы этот узел там подвинуть, спустить чуть ниже, нарастить трубу, ну, либо, соответственно, здесь что-то выдумывать. В ванне есть радиатор. Здесь подводка у него, видите, обычная, классическая. Турба отопления. Экзоблок у нас здесь, похоже, тридцатка. То есть достаточно здесь будет тепло. Несколько окон в помещениях. Если зайти на лоджию, то она здесь, обратите. А, все, иду. Здесь, вон, видно, просвечивается. Ну, в общем, так. Вот такая, друзья, квартира. Поставьте свою оценку от 1 до 5, понравился или нет. Едем на минус. Первый этаж. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Тарарарам. Знаете, как обычно, первый этаж очень помпезный, все круто, здорово, со второго и выше эконом. И паркинг обычно так же. Ну, давайте смотреть. Да, выходим. Совсем уже другая плитка, более недорогая, приклеена. Ну, так себе. Двери, могли бы хотя бы стекло поставить. Ну, зачем же? О-о-о-о. Такое ощущение, что его сдали, но еще не доделали. То есть, вот это вообще, что такое? Должна быть то ли рамка, то ли еще хотя бы покрасили бы. Ну, зачем? Вот здесь аналогичная ситуация. Так, ключ. Блин, включает. Как жалко, обидно. Да. Ну, вот, кстати, если здесь посмотреть, нормально присмотреться, то мы видим следы протечек. Я понимаю, что тут есть влага, она сюда попадает. Здесь это все тоже видно. Нормальненько так. Ну, сверху хотя бы вроде сухо. Ну, и, конечно, электрика должна быть нормально, все закрыто. а такое ощущение, что это, знаете, еще строители делали ее ремонт, и еще не успели натянуть натяжной потолок. Вот такой это вид. Да, удручающий. Что, давайте вместе спустимся в закромар родины. Так, это у нас еще водомерный узел. Похоже, по звуку. Нет. Видим влагу. Здесь закрылся вентилятор. это насосная. Качает воду. тут, конечно, вид уже совсем другой. Ну, вот отсюда я смотрю, в подвале нигде не видно следов воды, влаги. Значит, я не против монолитных домов. Это, наоборот, здорово. Но я за то, чтобы стены монолитные привозили эти плиты с завода. Вот как делает Банава, и как делает Юит. потому что получается одинаковое качество, одинаковая плотность этого бетона от низа до верха стены. Вот сейчас в квартире видели, что на уровне середины примерно там метр двадцать, метр сорок плотность бетона совсем другая. И когда, например, строители делают ремонт, это так же чувствуется, или вы сами повесите, например, картинку внизу, либо наверху. Какие нужно приложить усилия для того, чтобы пробурить бетон. Чем, соответственно, он плотнее, тем, соответственно, будет выше его качество. Но видим, что по всей высоте стены плотность этого бетона, к сожалению, неравномерная. Вот когда видишь такое большое количество стеклопакетов, понимаешь, что люди, когда заказывают приемщиков, находят очень много проблемных мест. Ну и, соответственно, застройщик это все меняет для того, чтобы сдать квартиру. Ну вот здесь, если тоже вблизи посмотреть на качество бетона, то он, конечно, оставляет желать лучшим. Можно все сделать ровно, но здесь паркинг и никто вообще не запаривается. кстати, здесь у меня еще вопрос к монолитному перекрытию. То есть, обратите внимание вот на эту серую полоску, друзья. Это как раз монолитное перекрытие. Соответственно, у монолита плотность одна, вот он здесь выходит. Здесь, похоже, его просто закрыли обычной штукатуркой для внешних работ. вот кирпичная стена. скорее всего, утеплитель, либо воздух, газоблок. То есть, вот эта стенка намного более теплая, нежели чем монолитное перекрытие. Соответственно, в примыкании фасадной стены и монолитного перекрытия, вот там будет самая холодная точка. это у нас как раз я понимаю вход в подземный паркинг. Сейчас посмотрим. О, что у нас тут водичка плавает. Вот видите, тоже, да, влага попала. Вот здесь очень прекрасно видно, как все это уже разрушается. Кирпич, она должна куда-то уходить, но она здесь никуда не уходит, здесь просто даже до этого нет места. То есть, сюда может что угодно попадать влага, там дождь может попадать, могут быть осадки в виде снега, как это сейчас. Может быть, это просто она через стенки сюда попадает, потому что где-то что-то сделано некачественно. Должна куда-то уходить. Здесь нигде не видно, чтобы было место, куда должна уходить вода. Вот так и делают, друзья. Ну, зато, видите, кирпичик поставили, чтобы не тонули люди. Жалко, закрыто. Очень бы хотелось посмотреть. Вот этот дом весь, чуть ранее я вам показывал, вот там, прямо перед ходом есть детская площадка, если ее можно назвать детской площадкой. Вот вы напишите, пожалуйста, в комментарии, нормально эта детская площадка на целый дом. Одна горочка, качельки, и в принципе все. Ну, соответственно, я полагаю, что детская площадка должна быть с этой стороны. Вот сейчас, не прерывая запись, мы с вами выйдем и посмотрим, есть ли здесь еще одна детская площадка. Тарарам! Друзья, а вот и детская площадка. Вы только обратите внимание, какое разнообразие, какие формы, высокие деревья, есть даже освещение. На огромный дом такие две большие классные площадки. Сразу можно смело заявить, застройщик, заботится о ваших детях и о вашей форме, физкульт-форме. Физкульт-привет застройщику! Впереди детский сад. У каждой группы должно быть свое место, где гуляют детки. И вот здесь видите, как сделано? То есть, буковкой Г идет детский сад для того, чтобы застройщик мог больше застроить. Не сделано так, что, например, перед садиком большое количество площадок, чтобы было удобно, больше места этого сделали вот таким, знаете, загоном для детей, по-другому мне не назвать. Жалкая детская площадка, которую мы видим, установил здесь застройщик для жителей этого многоквартирного дома. Ну, здесь 400 квартир точно есть у этого дома и на весь дом. Вот такая классная площадка. А вторая вот туда, чуть подальше, а третью я вам уже показал. Ну и, конечно, отличный вид у окон на парковку. Смотрится это все супер. Друзья, внимательно изучайте объекты. Не принимайте быстрых решений. Думайте, изучайте, консультируйтесь у специалистов. Ведь дешевле получить платную консультацию специалиста, нежели приобрести, а потом кусать локти. Давайте подытожим. Если бы я приобретал здесь себе квартиру для жизни, то я бы приобретал либо вот в этих круглых башнях, либо вот то, что я вам показывал, комплекс, где фасад из кирпича, потому что кирпич это долговечный материал. Здесь поют птички, больше как-то свободы, а только поворачиваешься вот сюда и видно, что такое, знаете, муравейник. Как в песне Виктора Цоя «Муравейник живет, тут а лапку сломал не в счет». Так, друзья, и здесь. Вам понравился, если комплекс, хотите узнать о ценах, о доступных планировочных решений, звоните и пишите мне в WhatsApp. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео и оставьте свой комментарий. Приобрели бы мы здесь жилье для жизни либо инвестиций. А я с вами, как обычно, не прощаюсь и говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok